Как защитить металл от ржавчины? Способов бывает много, но самый надежный и доступный в домашних условиях это способ гальванического нанесения цинка на поверхность металла. Для этого нам нужно источник питания, плюс-минус постоянного тока. Это может быть аккумулятор или автомобильное зарядное устройство. Это лампочка-переноска, чтобы при замыкании цепи не закоротить ее, цинковый электрод и насыщенный раствор хлористого цинка, так называемая паяльная кислота. Цинковый электрод нужно обернуть тканью и пропитать электролитом, хлористым цинком. С поверхности железа нужно удалить ржавчину, насколько это возможно, и приложить цинковый электрод, завернутый в компресс с электролитом. При этом замкнется электрическая цепь и под воздействием тока цинк перейдет из химического соединения на поверхность металла в виде чистого цинка и образует защитное покрытие. Передвигая электрод по поверхности металла, производим оцинковку всей детали. Много времени это не занимает, буквально пару минут и вы увидите результат. Буквально за пару минут металл скрылся под слоем цинка. И этот слой довольно толстый. Этот способ является самым надежным средством защиты металла от ржавчины. А теперь немножко о том, как приготовить раствор хлористого цинка в домашних условиях. Для изготовления хлористого цинка нам нужна соляная кислота и сам цинк. Соляная кислота продается на строительных рынках, а цинк можно взять из бэушных круглых батареек. Это самые дешевые батарейки, соляные, и у них цинковый корпус. Нужно порезать, внутренности выкинуть, а металл корпуса забрасывать в кислоту до полного прекращения реакции. До тех пор, пока металл не перестанет растворяться. В результате у вас получится насыщенный раствор хлористого цинка, который и является электролитом для пропитки компресса с электродом внутри. Во время реакции выделяется большое количество газа, поэтому делать эту процедуру лучше всего на открытом воздухе.